Теперь давайте немножечко вернемся к экспедициям последним, последним вашим находкам. И как вы будете продолжать вот эту линию развития нашего Сибири? Что вы имеете ввиду? Ну вот Шория, Шория. Горная Шория. Как, во-первых, этот регион вы вычислили? Вы его вычислили просто математическим путем? Нет, не совсем математически. Дело в отчим, с горной Шорией. Итак, Горная Шория, это место до 72-го года, которое было закрыто полностью от нашего народа. До 72-го года. А когда, я не знаю. Очевидно, после смерти Сталина это все началось, потому что при Сталине таких бед не было. Территорию объявили местом, где американцы будут якобы когда-то, когда-нибудь добывать золото для себя. Американцы. И местные жители знали, что территория американцев. Занимались они охотой, там все. Там самих шорцев нет, эти горы высокие. И они туда вообще не ходили, не смотрели. Эта территория была закрыта. А потом, уже во времена Хрущева, в конце его правления начали строить лагеря. Там мужские, женские, все дороги были, упирались в лагеря. Как только в городе Шорию, так лагерь этих заключенных, уголовников. Там лагерь, там лагерь, там. Видите, лагеря все покрыли. Лагеря это своеобразная крепость. Этой крепостью отделили огромный регион. Потом, в конце концов, тут началась перестройка. Лагеря эти стали разорять. Денег не хватило. То есть нашим салам по их же мусалу. То есть получилось, что они хотели как лучше на Западе. Но они создали такие условия, чтобы мы открыли эту территорию. Для своих людей. И туда хлынули наши люди. Из Междуреченска, например, из Москов, из Новокузнецка. Они остолбели, когда увидели вот эти руины. Но сначала было, знаете, мышление. Люди ходили, смотрели, чесали репу. Не могли понять. Глаза смотрят, а сознание не воспринимают. Ну что, тысячи с лишним метров стоят стены. Стены, некоторые глыбы, некоторые камни внизу. Вырезанные кирпичи. Они две тысячи тонн. Не тысячи, а как бобеки. До двух тысяч тонн. А тысячи тонн это нормальный средний вес. Понимаете? Ну, там 500, 600, 700. Именно по объему. Если считать, то вот такие. Вот. Две кладки. Полигональная такая кладка. Три кладки вот на ПДГ. Такое тоже есть. И все это замками. Все это сделано намертво стоит. Ну, печально то, что люди, они увидели и не сообразили. Очень сложно это принять. Потому что даже мы когда пришли, видны удары сверхмощного оружия. То ли термоядерные, то ли плазмой атаковали. То ли лазеры нет. Лазеры бы резали. Там еще взрывная волна. Потому что часть стены вырвана, например. И она улетела метров на 500. Камнями разбросанная. И эти кирпичи лежат. Там еще одна часть стены. То есть попадение мощных каких-то ракет. Или чего-то. Очень давно. А наверху этот гранит, он горел. Он просто горел. До сих пор белый. Вот столько прошло. Вот когда горит, получается окалена белая. И такие ямы выгоревшие гранита. Белые такие эти ямы. Вот. И знаете, вот когда, даже вот я, у меня вот насколько уже нервная система ко всему уже привычная. Когда я там оказался, я столбинил просто. Это шок. Это удар кувалдой по голове. Глаза смотрят, а что-то внутри говорит, ну это не может быть. И вот такая беда была с нашими геологами. Они поднялись, посмотрели, почесали репу. Потом, когда они узнали про нашу экспедицию в Горную Шуре. Ой, не в Горную Шуре, а в Средней Преобе. Они стали нам писать. Говорят, у нас там что-то такое, мы не знаем, что это. Вы можете приехать посмотреть? Черт-те знает. Я говорю, давай там хоть фотографию. Они фотографию прислали мне. Ну, тут по фотографии понятно. Дерево стоит там. Деревья, на фоне деревьев там. Деревья-то хорошие стоят. А вот там, как мог, такие стоят эти сооружения. А потом, интересно, обелиски. Вот так ровно. Платформа обелиски. И перекрытие. Бывает перекрытие сломано. Бывает сброшено. Бывают эти вот обелиски лежат. Потому что удары были сильные по ним. Очень сильные. Это следы ужасной войны. Войны чудовищной. Там такие силы там работали, что трудно. Баба Резин. И вот мы туда приехали по этой вот накурке. От геологов. От геологов местных. Приехали туда, как поднились, у нас ноги подкосились. Ведь все эти артефакты подобные, они все на юге. Либо в Америке, либо там в Альбеке, в Ливане, либо в Египте, либо в Индии. А тут такие штуки. Единственное, что мы стали там... Естественно, возникли вопросы. Мы ночью первую не спали. Там никто не спал. Здесь лагерь наш шумел, гудел. Где мы находимся? Поток энергии очень сильный из-под земли. Деревья стоят просто... Вот не верите, камень стоит сверху дерева. На камне. Корни в воздухе. Дерево вот такое. На камне. На камне. Вообще нет почвы. Как это объяснить? Фотографии у меня. Посмотрите. Фотографии живут. Вообще дерево живое. Растет. Благоухает. Как оно живет? На камне. Просто на камне. То есть настолько жизненная цепь огромная. Какая-то из-под земли. Это нас натолкнуло на мысль, что это какие-то древние энергоцентрали северной цивилизации, построенные в горах, и они, как когда-то Никола Тесла говорил, что можно перебрасывать энергию из одной точки пространства в другую на любое расстояние без проводов. То есть перевод сейсмической энергии из земли, ядра земли, выход в эти вот, это устройства какие-то, вот, каменные. И переброс энергии. Так эта энергия до сих пор течет. Она просто никуда не уходит, поэтому там все живое. Она до сих пор бьет фонтаны. И сейчас надо дальше вести эссмической энергии. Мы увидели всего там что? Мы увидели одну сумму из того, что есть. А может и меньше. Вот в начале мая ко мне ребята приехали, мы создали филиал нашей экспедиции, сейчас в Кемеровской области. Этот филиал создан. Ребята там есть такие настоящие, которые интересуются этим. Ну, наши русские люди, господи, у нас бесценный народ. Лучше нашего народа на свете, наверное, нет людей, никого. Они готовы все уложить в общее дело. И они вот прошли там, еще какие-то вещи нашли. Еще мне позвонили, снимали, смотрели, волос ли мы, не знаем, что делать, ночами не спим. Там есть письмена. Георгий Вячесич, там письмена. Письмена типа вот рунические, что-то там, какие-то на этих глыбах стоят какие-то надписи. А их видно, когда брызнешь водой. То есть очень давно уже осыпалось. И выходит ровно. Значит, исследовать надо. Наверняка там гигантские подземные ходы. Очень большие. Там, может быть, целые полости под горами. Потому что откуда-то гранит был взят. Каменоломи нет, а откуда-то взяли. Да и кроме этого, там, наверное, что-то под землей. Ну и пирамиды. Там, где пирамиды стоят, ну явные пирамиды. Наземные или подземные? Нет, стоят прямо. Оно около тысячи метров высотой. Четыре грани четко. Стоишь, сверху смотришь, она вот стоит, эта пирамида. Единственное, что у нас заросла этим лесом. Там кедрач, там сосняк. Там много ели. Их ты. И вот, но пирамида, так грань, это хорошо. Повернул табашок, грань, грань. Видно, что там внутри пирамида, а сверху лес. И очень давно это было. Вот, с пирамидами. Эти пирамиды мощнее, круче, чем боснийские пирамиды. Боснийские там не очень большие. А здесь такие стоят, что ужас. Вот. Поле деятельности нашей цивилизации, нашего народа. Если бы там еще копнуть, может быть, там черепа найдутся. Может, еще что-то. Вот я вам хочу показать, что. Это оттуда семена к этой тени. Ну, это гиперборейская звезда. Почему она гиперборейская? Потому что бронза первая. Подобизованная. Вот. Она раздавлена, по ней ледник, ёрзов, камни. Она взята, эта звезда, с острова Олени. Это недалеко от Усть-Янисея. Был ледник. Огромный ледник. Вот. Стоял тысячи лет. Он, в конце концов, стал таять и растаять. И с под ледника вышли фундаменты. Один геолог шел, пнул, достал, посмотрел. И через своего брата мне передал. Я сейчас привез к леду с Краснодара. Потому что там брат в Краснодаре. Вот. Здесь 14 солнц. 14 солнц на звезде. Что это означает, не ясно. То, что это философская какая-то символика, очень серьезная. Два начала похожие, женское и мужское. Но это не звезда Давид, это другое. Хотя 6 здесь, 6 вершин. А вот здесь, здесь, это подлинное доказательство, что наши предки могли делать минералы жидкими. На жидкий минерал прыгнула кошка. Или молодая рысь. Это сердолик. Он взят тоже в Сибири, вершине реки Таса. Здесь нет никаких сомнений, что это оттиск лапы. Ну, в то время, когда этот сердолик был почти как воск. Насмотрен. Если это так, то получается, что наша цивилизация, по сравнению с той, которая была, никакие разные. И этот комплекс в Шуре вы расцениваете как огромный город или... Нет, это энергоцентраль. Там города, городов там пока нет. Мы не видели городов. Там, вот если шумерские поселения, они один на одном. Они буквально там через 3 километра, через 3 километра два, там стоят стены, там дома стояли, там жили люди в свое время. Все стоит, лежат керамические, различные битые изделия с шумерским орнаментом. Это вы говорите о том, что вы нашли? Я говорю не про горную шумерку. Это вы нашли около Енисея где-то, прото-шумерской. Нет, это среднее обивание. На среднее обивание нашли? То здесь мы не нашли признаков быта нет. Здесь только гигантские мегалиты и что это, скорее всего, это какие-то энерготические установки, устройства. Но это ваше предположение, мы не знаем, что ли. Надо разбираться. В этом году туда, если поднимемся, возьмем гайрадар и будем заниматься исследованием недр. Если найдем пещеры, входы, то, может быть, там и письмена будут, может быть, там что-то будет такое, что даст понять нам. Искать надо, работать надо. Но есть одна деталь, что все, что мы делаем, мы делаем на свои средства. На свои. А наши богатые люди, современные, у нас вполне уже русских людей, которые купаются в золоте и в деньгах. Они тратят свои деньги на их развлечения, но не на Россию-матушку. У нас есть, может быть, два-три человека, проснувшихся наших людей, богатых, которые понимают, что деньги это инструмент, но такого уровня предпринимателей у нас, я вот только знаю двоих, и больше не знаю никого. Субтитры создавал DimaTorzok